Привет, дорогие Хочузнайки! Сегодня мы посмотрим на самые невероятные и странные моменты, снятые на камеру. Эта регулируемая рождественская елка выглядит как трансформер. Таймлапс снежной бури. Все видео снималось в течение 48 часов. Оно ускорено. Пора доставать лопаты и воздуходувки. Этот олень тренируется, прыгая перед автомобилем. Это уникальный момент. Где Санта? Романтический вечер, когда вы решили прокатить свою вторую половинку на скутере. Этого койота снимает одна из двух камер видеонаблюдения. Можете ли вы представить, как видите, маленький быстрый огонек, двигающийся поздно ночью по лесу на уровне земли? Кто-то может подумать, что это инопланетный зонд или необъяснимая паранормальная активность. Транспортировка еды в закусочный стадион была плохо продумана. Вода, стекающая со льда, выглядит, как быстрая гусеница. Вот как выглядит первый день кота на работе. Этот невероятный момент. Изумительное завихрение разноцветного дыма. Видеозапись с камеры наблюдения. Собака не может перелезть через забор и друг помогает ей перебраться. Самый маленький щенок в мире или гигантский тапок, создающий иллюзию. Ах, эта новая сушилка наконец приехала. Ой, кто-то забыл пристегнуть ее к тележке. Катание на сноуборде на песчаных дюнах. Это R2-D2 EC3PO и «Звездных войн» на заднем плане? Думаем, этот человек пропустил знак «Мокрый цемент». Выглядит, как образец современного уличного искусства. В ресторане. Один на миллион случаев ловли еды. Этот попугай пытается печатать как человек. Выглядит, как современное искусство в воде. Они пытаются привлечь внимание к изменению климата. Хотя эти ребята красные, они хотят, чтобы люди стали более зелеными. Этот новый щенок немного застенчив. Ой, на самом деле это девочка с хорошим гримом. Он припарковался в офисе? Это видео нас тоже обмануло. Эта птица бегает так же быстро, как некоторые птицы летают. Модульные жилые дома Чанша, Китай. Возможно, это поможет решить жилищный кризис. Великолепный выход. Или, может быть, нет. Камера видеонаблюдения в ресторане. Работа на кухне в ресторане никогда не бывает легкой. Мы уверены, он просто уйдет. Мытье улицы. Появляется новая дорога из красного кирпича. Посмотрите на эту кирпичную улицу. Минутку. Наша жизнь полна обмана. Мы думали, эти тротуары сделаны из настоящих кирпичей. Эти лошади и их невероятные синхронизированные движения. Лошади обычно ходят, бегают рысью и галопом. Кроме того, этих животных можно обучить десяткам других различных движений. Работник ресторана роняет еду. Это будет долгая ночь. Некоторые люди ошибочно считают этот самолет НЛО. Но это бомбардировщик Нортроп Би-2 Спирит. Некоторые думают, что кошки холодные. Но камера домашнего видеонаблюдения зафиксировала обратное. Вернувшийся домой мужчина пришел к своим питомцам. Изобретательность выглядит так, будто кто-то сделал самодельную лошадь или что-то в этом роде. Момент нежности у кошек. Представьте, что вы идете в такой ресторан и заказываете рыбу, а рыба буквально плавает у ваших ног. Приятное видео, когда трубопровод устанавливают по краю моста. У гонщика Формулы-1 была последняя гонка, и он сделал селфи за рулем своего автомобиля. Некоторые люди говорят, что колесо никогда не изобретут заново. Но посмотрите на эту проколостойкую шину. Эта золотая рыбка самостоятельно управляет автомобилем. Илон Маск, должно быть, будет впечатлен. Она выехала из лаборатории, которая изучает навигацию рыб, так что, по сути, это обучение. Рыба случайно достигает точки назначения и получает вознаграждение в виде корма. По сути, рыбы намного умнее, чем мы думали. Они могут выполнять небольшие задания за еду и даже заниматься спортом. Забивать голы, играть в мяч, плавать через полосы препятствий. Когда вам нужно обновить свои сандалии, но у вас мало денег. Всегда есть выход. Из всех мест, где можно практиковать намеренную пробуксовку шин, он выбрал самое худшее. Место перед полицейской машиной под прикрытием. Владелец кафе сказал ему держать руки подальше от шашлыка. Он воспринял эти слова буквально. Мы не совсем понимаем, зачем инсценировать аварию мотоцикла. Он определенно получил внимание, которого добивался. Этот парень сделает все, чтобы не ходить по тротуару. Использовала мобильный телефон и не пристегнулась ремнем безопасности. Этой даме просто повезло, что полицейские в хорошем настроении. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok